Голубеводство отнюдь не детское увлечение, оказывается, хотя, конечно, родом оттуда. Владимир Зайцев 38 лет в этой теме. Глубина вовлечений и познание процесса давно вышла за рамки хобби и стала одним из смыслов жизни. Владимир, первое, что нас, конечно же, интересует, откуда такое увлечение? С детства оно, видимо, приходит с воздухом Азии. Там каждый парень, живший в Азии, наверное, в любом дворе, где были пацаны, там держали голубей. Я жил на юге Казахстана, город Джамбул. И я не знаю из своих друзей такого человека, который бы не пытался или не держал вот этих голубей. Для нас голубь чаще ассоциируется с теми особами, которые мы привыкли видеть на улице. Это тоже порода кстати, но сформирована исключительно в естественных условиях. Это тоже голубь, но это, скажем, созданный природой голубь, дикий голубь, скальный, который адаптировался в городе. То есть человек туда не внес свою лепту и не сделал никакой работы с этим голубем, кроме как вот оскорбить его и сделать все остальное. Владимир занимается исключительно узбекскими бойными голубями. Это декоративная порода, эстетика. С ними он познакомился еще в Казахстане и продолжает увлекаться по сей день. Порода одна. Узбекские голуби. Направление разное, то есть направление мастей. Они различаются, название узбекского голубя, различие по мастям, по цветовой гамме. Надо понимать, что Владимир их не просто покупает, это давно пройденный этап. Сегодня он сам селекционер. Это целая наука, время, терпение и удача. Каждый человек, каждый человек начинает заниматься, он старается приукрасить этого голубя. То есть, если коснуться истории, основная работа с этими голубями, основная работа пошла в 60-х годах в Узбекистане. Ну, был основной толчок этого направления птиц с Узбекистана. Это потом уже люди, живущие в Азии, они дорабатывали этих голубей. Белые голуби – это единственная из мастей, которая идет с черным глазом. То есть, у всех других мастей глаз должен быть голубой или жемчужный. Только белому голубю позволяется иметь черный глаз. В профессиональном голубеводстве важны все нюансы, даже те, на которые мы бы никогда не обратили внимания. Это не только цвет пера, это чубы, глаза, форма клюва и еще множество деталей, на которые обращают внимание селекционеры. Начнем, допустим, с головы, да, сверху. Строение чубов. Как расположен передний чуб, как он лежит на голове, как расположен задний чуб по отношению к затылку. То есть, вот для обыденного человека это просто перья. Для нас это уже как произведение искусств. То есть, чуб должен сидеть на своем месте, роза должна расходиться с середины головы, чтобы перо лежало четко в тарелке. Задний чуб должен располагаться с отрывом от головы. Вот видите, две розетки с обоих сторон. Вот эти розетки должны располагаться на уровне ушей. И чуб от верха головы, он идет с такой гривой, переходит в спину, видите? Вот это называется грива у голубя. Дальше вот как расположен нос, то есть клюв у голубя. Как он по отношению присоединен к голове, как он сидит, поставь носа. Изгиб носа, линия верха, как нос согнут. То есть, все эти тонкости, формальности понимающего человека, они все интересуют. Насколько это стоящая работа и достойная коллекция голубей, говорит тот факт, что к Владимиру приезжают в Староскол люди со всего мира. Несколько раз были организованы форумы. Смотрите, помимо того, что вы, скажем так, занимаетесь селекцией, ну и просто профессионал голубевод, да, вы еще и организуете форумы определенные. Старый Оскол не такой большой город, однако оказывается возможность сюда привезти и пригласить людей. Люди приезжают со всего мира. Я не боюсь этого слова, прямо говорю, что со всего мира. В этом году проходил форум, люди были и с Америки, и с Канады, и с Швейцарии, и с Германии, и с бывшего СССР, со всего, с Азии. То есть, люди, и недалеко стоящая Украина приезжала. Народу было много. Знаете, у голубеводов нет ни преград, ни национальностей. Мы все общаемся определенно на доступном уровне. Поэтому с удовольствием, при первой возможности, собираемся, ведем популяризацию, обмениваемся опытом. Насколько это важно для Владимира? Факт того, что он не продает своих птиц, говорит о многом. На его уровне деньги не имеют интереса. От слова совсем. В чем удовольствие? Удовольствие в живых существах, которые тебя окружают, в их красоте, в их полете. Каждое движение голубя, это для увлекающего человека, для понимающего птицу, своя радость. Голубь летит, то есть, человек уже понимает его звук полета, свист крыла и все остальное. Помимо того, это уникальная порода, я считаю, одна из самых красивых и самых достойных пород. То есть, и в то же время, из самых сложных пород в голубеводстве. Это не игрушка, ни блаши, ни каприз. Это жизнь, душа, принципы, что сегодня большая редкость иметь что-то бесценное.